Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy A8 версии 2018 года. Это два самых новых смартфона от компании Samsung, если не учитывать их плюс-версии. Поэтому есть некий интерес сравнить, как сильно они отличаются по производительности. По стоимости они отличаются значительно. Galaxy S9 мы можем приобрести за 1000 долларов, чуть больше. А Galaxy A8 приобретаем за 500-550 долларов плюс-минус. То есть Galaxy S9 дороже в два раза, чем Samsung Galaxy A8. Теперь о внешнем виде. Оба смартфона в принципе похожи. Внешне материалы корпуса у них одинаковые. Это стекло и металл. Сзади закаленное стекло, так же как и спереди. И окантовка металлическая. У Galaxy S9 слева находится кнопка вызова голосового ассистента и кнопка регулировки громкости. Справа кнопка включения. Сверху слот. Это комбинированный слот. Мы можем использовать устройство на две наносим карточки или одну наносим и расширить память с помощью microSD карточки. Снизу порт USB Type-C, джек для наушников, динамик и микрофон. На задней части смартфона камера LED-спышка, пульсометр и датчик отпечатка пальцев. На передней части дисплей диагональю 5,8 дюйма, разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения освещения и сканы радужки глаза. В Galaxy A8 это также устройство, сделано из стекла и металла. Сзади закаленное стекло, так же как и спереди. Окантовка металлическая. Слева у устройства находятся кнопки регулировки громкости, слот для первой наносим карточки и карточки памяти microSD. И сверху находится слот для второй наносим карточки. Устройство полноценное на две симки и microSD карточку. Небольшое преимущество над Galaxy S9. Справа кнопка включения и динамик. Снизу порт лайтинг, джек для наушников и микрофон. На задней части камера LED-спышка и датчик отпечатка пальцев. А на передней у него дисплей диагональю 5,6 дюйма, двойная фронтальная камера, разговорный динамик и датчики приближения освещения. При том, что по габаритам они не отличаются, у Galaxy S9 дисплей больше. Видите, что ни по ширине не отличаются, ни по высоте не отличаются. Но экран занимает у Galaxy S9 большую переднюю площадь, что лучше. Включаем устройство, зажал кнопки я одновременно и посмотрим, кто загрузится первым. Оба смартфона защищены по стандарту IP68, это полная пылевлагозащита. Также можно устройство погружать под воду на глубину более 1 метра, но не больше, чем на полчаса. С9 включился, значительно быстрее, чем А8. Разблокируем устройство и теперь поговорим о дисплеях. Дисплей у Samsung Galaxy S9 QHD+, разрешение 2960 на 1440 точек, поддерживает 10 точек касания, это Super AMOLED дисплей. У Galaxy A8 дисплей 2220 на 1080 точек, Super AMOLED матрица, поддерживает 10 точек касаний и такое же закаленное стекло, правда не знаю, какая именно версия. Это корнин горилла глэс, потому что у S9 это корнин горилла глэс 5. Ну в общем в меню все работает без каких-либо проблем. Перейдем теперь в настройки. Galaxy S9 загружает быстрее, конечно же, все программы. Сведения о программобеспечении. Версия Android 8.0.0 у Galaxy S9, версия Samsung Experience 9.0 и версия Nox 3.1. У A8 версия Android 7.1.1, версия Samsung Experience 8.5 и версия Nox 2.9. Закрываем настройки. И теперь давайте перейдем в синтетический тест Geekbench 4. Поговорим о технических характеристиках смартфонов. Начнем с Samsung Galaxy S9. Здесь используется процессор Samsung Exynos 9810. Это 8-ядерный процессор 4x4. 4 более мощных ядра работают на тактовой частоте 2,7 ГГц. 4 энергосберегающих ядра работают на тактовой частоте 1,7 ГГц. Видеоускоритель Mali-J72, оперативной памяти 4 ГБ, встроенной памяти 64 ГБ. У Galaxy A8 процессор Samsung Exynos 7885. Это 6-ядерный процессор, это тоже 8-ядерный процессор 6+,2. 6 энергосберегающих ядр работают на тактовой частоте 1,6 ГГц. И 2 более мощных ядра работают на тактовой частоте 2,2 ГГц. Видеоускоритель Mali-J71, оперативной памяти у него тоже 4 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Что ж, давайте запустим тесты процессоров. И увидите уже сам результат. Результат теста процессора. И видим, что более чем в 2 раза превосходит в 1-ядерном тесте S9, и в 2 раза превосходит в мультиядерном тесте Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy A8 2018 года. Теперь давайте запустим тесты видеоускорителя J72 против J71. И также увидите уже сам результат. Результат синтетических тестов, теста видеоускорителя 6158 против 3680. Ну вот, такие результаты в Geekbench 4. И теперь еще запустим Android Benchmark. На S9 мы уже тест запускали. И теперь запускаем на A8 2018. И также увидите уже сам результат. Результат AnTuTu Benchmark 2 243 294 против 117 835. Более чем в 2 раза превосходит Galaxy S9. Закрываем синтетический тест. И теперь переходим к следующему тесту. Это игровой тест. Откроем для этого тяжелую игрушку GTA San Andreas. Посмотрим, как она работает на устройствах. А на Galaxy S9 уже сразу настроен максимальный уровень графики. По умолчанию, что там, что там стоит средний. Видим, насколько быстрее S9 загрузил. A8 что-то еще думает. В общем, видите, что на S9 на максималках игра работает. Работает без особых проблем. Правда, иногда игра может вылетать. Но не знаю, от чего это зависит. Бывает, что она вылетает. Бывает, что работает нормально. Но это случается только на максимальных настройках графики. Если ставить настройки по умолчанию и средние, то все работает нормально. Но видите, что сейчас не вылетает. Игра работает нормально на S9. Без каких-либо проблем. На A8 игра загрузилась. Но работает значительно хуже, чем на S9. Видите, тут сразу вылетает игра. Ну, в общем, тут тоже самое. Игра может работать на максималках, а может вот так вот вылетать. На S9 тоже это случается. От чего зависит, не знаю. Но если ставить обычные настройки графики, которые идут по умолчанию, то есть средние, то никаких вылетов не будет. Это происходит только на максималках. Поэтому давайте перейдем к другой игре. Assassin's Creed Identity. Но что касается плавности работы в GTA San Andreas, то, конечно, на S9 лучше. Даже на максималках, которые иногда не запускаются. Но если запускаются, то на S9, GTA San Andreas, работает лучше. Запускаем Assassin's Creed. На S9 игра загрузилась. Графика самая максимальная. Самые максимальные графические эффекты. И при этом все работает очень плавно, без каких-либо проблем. И теперь посмотрим, как Assassin's Creed работает на A8. Ну, тут графика значительно хуже. Тут она средняя. Есть минимальный уровень графики, средний уровень графики, высокий и максимальный. На S9 был максимальный. Тут уровень графики средний. Но при этом работает игра нормально. Но, конечно, на S9 намного лучше. По графике, по плавности, в принципе, одинаково. Закрываем. И теперь переходим к следующему тесту. Тесту загрузки страничек в интернете. Посмотрим, кто быстрее грузит странички. Вот, тут уже открыт сайт samsung.com. Сейчас откроем этот же сайт на A8. Все, открылся сайт. Работает отлично, что там, что там. Ну, давайте теперь вот по этой вот ссылке перейдем на нее. Посмотрим, кто быстрее загрузит. A8 загрузил быстрее. Интересно. Возвращаем назад. А8 вернул назад. Тоже быстрее. Они подключены к одной сети Wi-Fi. И видите, что A8 загружает быстрее. Назад. Тут было примерно одинаково. И еще давайте вот сюда. Интересно. Тут тоже на миллисекунду, но A8 все-таки был быстрее. За счет, наверное, меньшего дисплея. За счет того, что разрешение дисплея у него меньше, наверное, и сайты грузятся из-за этого быстрее. Ну, в общем, видите, что возврат вернул назад только что быстрее. АС9. АС9 только что и загрузил быстрее. Ну, примерно одинаково, да, они работают. То есть в некоторых случаях АС9 быстрее, в некоторых случаях А8 быстрее. Тут было примерно одинаково. Давайте вот еще раз попробуем сюда. Примерно одинаково. То есть в работе в интернете особой разницы нет. По скорости загрузки где-то, видите, АС9 загрузил, где-то быстрее загрузил А8. Но плюс-минус в целом одинаково. Что ж, теперь о камере. Камера основная 12 Мп у Samsung Galaxy S9. Основная камера у А8 16 Мп. Фронтальная камера у А8 16 плюс 8 Мп. Она двойная. А у Galaxy S9 основная, как я говорил, 12. Фронтальная камера 8 Мп. И теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. Выведу их на экран. Вы сможете оценить их качество сейчас. Продолжение следует... По автономности устройства примерно работают одинаково. 3000 мАч батарейка что там, что там. Но особой разницы между временем работы у этих смартфонов нет. Они работают один день плюс-минус при нормальном использовании. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.